Айхало-Удачнинское отделение УМТС переезжает на новую базу. Старые склады для товара материальных ценностей сильно обветшали. Планируется, что с 1 января вновь открывшееся отделение УМТС будет хранить материалы в новых, хорошо отапливаемых помещениях. Подробности в материале наших айхальских коллег. Айхало-Удачнинское отделение УМТС образовано в 1977 году. С тех пор его складские помещения подверглись сильному износу. Руководство компании «Алроса» приняло решение оптимизировать складское хозяйство. В настоящий момент отделение УМТС переезжает на новое место, в более просторные и безопасные помещения. Планировалось, начали мы перевозиться с 1 июля 2016 года. В процессе работы и до 1 января мы должны переехать полностью на новую базу. Навигационный завоз в 2016 году проходил в сложных условиях из-за падения уровня воды. Однако снабженцы поставляли материально-технические ресурсы согласно заявкам. Сейчас навигационный период закончен. Часть груза, оставшуюся в Усть-Куте, доставят по землику. Тем не менее, компания, поставленные задачи, которые были с этими, справились. Практически весь объем навигации, он поступил. Срывов мы, как бы, с нашей стороны, по поставке материалов подразделениям акционерной компании не будет. Айхало-Удачнинское отделение УМТС взаимодействует со всеми площадками компании «Алроса». Для доставки товарно-материальных ценностей в подразделение задействовано 55 транспортных единиц. Коллектив предприятия – 166 человек. Проработав 8 лет, другую работу я бы, наверное, не выбрала. Но интересно, потому что ты целый день общаешься с людьми все время. Ты постоянно что-то делаешь. У нас не бывает такого, что там просто просидеть два часа. Иногда мы общаемся и с поставщиками сами, если там какие-то что-то надо узнать, там должно быть в комплектации это или нет. Безматериально-технического снабжения немыслима работа карьеров, фабрик и рудников. Новые склады и выгодное месторасположение базы позволят круглый год бесперебойно снабжать предприятия «Алроса» всем необходимым. Валерий Усманов, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».